Александр Шишковчук Голова первая Луна мрачно скалится в разрывах облаков, освещая бескрайнюю тайгу, укрытую пепельным серебром снегов. Из хвойного океана, словно панцирь исполинской черепахи, возвышается сопка. На пару сотен метров ниже, где начинается лес, ничем не примечательная одинокая полянка с небольшим вздутием ближе к краю. Это не широкий валун, спрятавшийся под снежной периной, и не сугроб перероста, как мог бы подумать случайно забредший сюда путник, каким-то чудом выживший в атомном огне апокалипсиса, в лютой стуже ядерной зимы и сумевший преодолеть сотни километров безлюдного пространства. Нет. Здесь тщательно замаскированный вход в теплые уютные помещения. Кладовые полны припасов и оружия, обширная комната с ковром на полу и слегка помятой широкой постелью. На широком экране компьютера бормочет бесконечный сериал. Его иногда поглядывает симпатичная рыжеволосая девушка, хозяйничающая в смежной с комнатой кухне. Аппетитные запахи наполняют залу. Девушка напевает поднос одну из популярных когда-то, но теперь канувших в небытие песен. Изящные груди в бисеринках пота, из одежды на ней лишь тонкие трусики. В убежище так тепло, что большую часть времени она проводит с минимумом белья. Или же вовсе без него. Обогреваются помещения жаром радиоизотопного термоэлектрического генератора, находящегося на уровень ниже. Грех не воспользоваться драмовым теплом. Оно бежит по специальным воздуховодам по всем комнатам. Дополнительный обогрев дает титановая печь, на которой постоянно варятся, жарятся и пекутся различные вкусности. Но дым не выдаст тайну укрытия. Воздушный компрессор гонит его отнюдь не на поверхность. Печная труба поворачивает на 90 градусов, тянется вдоль потолка и ныряет на нижний уровень. Откуда не останавливаясь еще ниже, сквозь стяжку пола, в подземные карстовые пустоты естественного происхождения. Другая труба обеспечивает забор питьевой воды, а еще одна – в качестве канализации. Пройдя 40-метровый колодец, можно очутиться на берегу грохочущей подземной реки. Если двигаться вдоль русла, увидишь множество красивых гротов с озерами, причудливых сталактитов и каменных цветов, лабиринт ходов и тоннелей. В конце концов оказываешься в небольшом зальчике возле выхода из пещер. Но выйти на свежий воздух не получится, особенно если вы явились недобрыми намерениями. Словно цербер, стерегущий царство мертвых, выход наружу охраняет не менее лютый страж. Он сидит возле костра, но даже такое положение не может скрыть рост гиганта. Бугристы от чудовищных мышц руки с легкостью рвут мясо. Челюсти, которым бы позавидовал свирепый бультерьер, вгрызаются в полупрожаренный, с кровью кусок недавно убитого оленя. Взгляд полной застывшей ярости скользит по пространству пещеры. Закопченный свод, черепа и обглоданные кости животных. Звериные шкуры устилают холодный пол. Скелет в немецкой форме Второй мировой войны с гитарой в истлевших лапах. Ножи, копья, несколько АК из десяток М-16 аккуратно сложены пирамидкой. На стенах интересный орнамент. По нему нетрудно догадаться, что хозяин пещеры служил в десантных войсках и прошел множество сражений. Об этом же говорит край выцветшей тельняшки, выглядывающий из-под вороха шкур. И небрежно сдвинутый на затылок, местами опаленный, голубой берет. Взор десантника останавливается на отдельном рисунке, начертанном все той же сажей на холодной стене. Это довольно неплохо выполненный портрет темноволосой девушки с грустными глазами. Вокруг лик и нарисован прямоугольник рамки с черной ленточкой в углу. Чуть ниже надпись. «Прости, Катенька». На плоском камне стакан воды, накрытый кусочком засохшего мяса. Одинокая слеза появляется в углу глаза хозяина пещеры. Медленно пересекая страшный шрам от ожога, теряется в седочей тине. Ужасающий, полный отчаяния и тоски рык раздирает тишину ночи. Нервно сколыхивается полок на входе. Волки, бегущие по руслу застывшей речки, поднимают морды и нервно завывают. С криком срывается с ветки дремлющий ворон. За свою столетнюю жизнь мудрая птица не слыхала более страшных звуков. Она взбивает черными крыльями морозный воздух, поднимаясь все выше и выше. Теряется внизу извилистая речка со страшной пещерой на берегу. Лесистый склон, полянка, где по толще снега и камня скрывается убежище людей. Еще выше. Воздушный поток подхватывает и выносит к седой, овиваемой всеми ветрами вершине сопки. На вершине стоит человек в полярном костюме. В юге треплет мех, откинутого на спин мехового капюшона. В крепких руках карабин сайга, на поясе револьвер. Защитные очки не закрывают мужественное лицо, так как сдвинуты на лоб. Это суровый воин я, и зовут меня Саня. Я медленно открыл глаза и улыбнулся, обводя взглядом окрестности. Ох, и нихрена ж себе штырит, блять. Лес светится причудливыми цветами, облака рисуют дымчатые фрактальные узоры. Ветер будто переполняет энергией каждый атом моего тела, и оно звенит, как натянутая струна. Мысли бегут одна за другой, обгоняя друг друга, сплетая замысловатые цепочки, скручиваясь в тугие спирали и взрывая вспышками сверхновых. «Зачем надо было лизать эту жабу? Ведь зарекался же». Но я выживальщик, а выживальщику необходимо расширять спектр восприятия, чтобы не пропустить опасность. Месяц безвылазно провел в схроне. Мы с Леной отдыхали, пили, ели, совокуплялись, смотрели кино, играли на компе и снова совокуплялись. Теперь, когда она носит моего ребенка, мы уже не думаем о предохранении. «Скоро родится мой сын, которого научу всему, что знаю сам. Мастерство рукопашного боя, секретом охоты на дикого зверя. Тут мне не помешает и самому подучиться, но главное выживание, уничтожение врагов и спасение человечества». Конечно, идиллию нашей райской жизни слегка подпортил Вован. В ту памятную встречу я страшно обрадовался и удивился, увидев десантника, выныривающего из люка в полу моей колодовой. Естественно, накатили за встречу, и я, как ни пытался узнать историю спасения ВДВшника, ничего вразумительного не услышал. Говорит, очнулся у входа в свое логово. Как выбрался из огня и как прошел многие километры, не помнит. Я думаю, его выбросило взрывом. У него был шок. Ведь Катя осталась там. Мой схрон-десантник обнаружил случайно, от нечего делать, бродя по пещере. Конечно, сразу догадался, что он принадлежит мне. На стенах висит много наших с Леной фоток, которые делал на телефон, а потом распечатывал на принтере. Кто-то может спросить, зачем в убежище нужен струйный цветной принтер, а я отвечу, а почему бы и нет? Не выкидывать же! Вован не стал разорять мои припасы. Так, заходил помыться и одолжил кое-что по хозяйству. За это, кстати, подогнал не один десяток кило оленины. Но, как я не пытал наводящими вопросами, десантник божился, что нашел мою нору буквально на днях, когда мы с Леной были в Кандалакше. У меня ведь сразу возникли подозрения насчет нее. Долго ведь была одна в схроне. А тут еще эта беременность. Ох уж это паранойя. Но, глядя в честные голубые глаза Вованна, я не мог представить от него такой подставы. Хотя на всякий случай повесил на люк большой замок. И мы договорились, что он не будет больше заходить без моего ведома. А ключ только один, и он всегда со мной. Я уже решил для себя. Помогу этой машине убийства оборудовать человеческое убежище. Такой сосед под боком всегда надежно прикроет тыл. Вместе с десантурой и Егорычем наведем порядок в округе и отобьем любую атаку. Это, кстати, Вован практически в одиночку вырезал отряд пиндосов. Дед заходил через несколько дней. Тепло о нем отзывался, угощаясь моим алкоголем и сплевывая махорку на ковер. Но осталось неясно. Выжил при этом Юрик. А вот Валеры не видать. Особо не рассчитываю на очкарика. Пусть лучше сидит в своем бункере и не высовывает нос. Да и жена его, скорее всего, хрен куда выпустит. Хотя я думал, он придет за своей жабой. Зюзи у меня живется комфортно, тепло и сытно. Я каждый день кормлю ее всякими паучками и наблюдаю, как та резвится в аквариуме. Но попробовать ее психоделический яд решился только сегодня. Наверное, от скуки. Сказав Лене, что отправляюсь на охоту, тайком слегка лизнул с жабью спинку и ушел подальше. Хрен знает, как на меня это повлияет. Вдруг стану, как Юрец, таким же ненормальным. Плюс мне нужен был слегка измененный разум, чтобы спланировать дальнейшую стратегию. Но что-то особо не планируется. Буфетанин творит в мозгу какую-то чехарду из забавной, но бесполезной галюны. Может, надо было лизнуть побольше? Да ну его! Опасна эта тема. Отнесу лучше волшебную жабу Валере. Пусть тот лижет хоть до посинения. А мне надо позаботиться в первую очередь о Лене и своем будущем ребенке. Минимум стресса и витамины, свежие овощи, фрукты. Но где их достать? Я знаю лишь одно место. Натянув маску, закинул за спину сайгу, выдернул лыжные палки из зафернованного снега. Приятно заскрипели лыжи, когда я широкими зигзагами стал спускаться вниз. Глава вторая Чтобы не палиться перед Леной, еще часа полтора гулял по лесу. Потому что казалось, что если она увидит меня, то сразу поймет, что лизал жабу. Ей не особо нравится, когда я в измененном состоянии сознания. Хотя, когда она могла видеть меня таким? Только в пьяном угаре разве что. Но все равно. Она знает свойства зюзи. Вдруг выбросит ее на мороз, пока я сплю. Животное-то ни в чем не виновата. Бродить среди волшебных заснеженных деревьев, конечно, по приколу. Но когда ж меня отпустят? А может и впрямь поохотиться на зверей? Если раньше лес казался безжизненно замерзшим, то теперь я ощущаю его молчаливое дыхание. Как раньше не замечал. Какие-то грузуны шуршат под снегом, оборудовая свои схроны. Сухонем сорвался с ветки белый филин, бесшумно пролетел надо мной, мигая янтарным глазом. Какое-то время за ним оставался забавный, светящийся шлейф. Позалипав минуту, я двинулся дальше. Но такая мелочь не интересует меня. Надо крупную дичь. Вован ведь как-то ее добывает. Мне нужен мясистый лосяра, ну или хотя бы олень. А чтобы поймать оленя, надо думать как олень. Точняк. Остановившись, закрыл глаза и сосредоточился. Где бы я тусил, если бы имел симпатичные рожки и копыта? Хороводы фракталов перед внутренним взором сложились в картину. Вот я крадусь среди деревьев, осторожно нюхая воздух своим горячим влажным носом. Норм. Клыкастых волков и двуногих вроде не видно. Шерсть на тощих худых боках цепляет ветки кустов. Ништяк местечко. Надо раздобыть вкусненький ягель. Для этого придется немало покопать чертов снег. Так, Блэд. Грустно вздохнув, я принялся взрывать копытами снежный покров. В этом месте он, кажись, не такой толстый. Крясь, треснула ветка. Я в ужасе, подняв рогатую голову, завертел по сторонам. Да ну на, показалось. Принялся рыть дальше. Где же этот гребаный ягель, сука? Резкий шум заставил подпрыгнуть на метр. Я подорвался бежать, но поздно. Тяжелая острая боль пронзила правую бочину. Блядь, как так-то? Кто меня замочил? Ноги подкосились. Издав отчаянный крик, повалился. Снег окрасился моей кровью, толчками бьющей из раны. Последнее, что увидел, коварного двуногого в шкурах моих собратьев. Я посмотрел испуганным глазом, как он быстро приближается. В могучей руке сверкнул острый коготь. Мне пиздец. Схватив за рог, двуногий быстро провел когтем по моему горлу. Я захрипел, мысленно прощаясь с этим прекрасным лесом, своими друзьями из стада, телочками которых крыл, оленятами. Перед тем, как заглотила багровая тьма, услышал. Заебокули, Саньку подгоню, ёпта. Вот братка порадуется. Вован. Как снаряд из гаубицы меня швырнуло в привычное тело. Я заморгал, приходя в себя. Еще болит бок, куда вонзилось копье. Долбанные глюки. Пора с этим завязывать. Чтобы немного прийти в себя, решил закурить. Сердце до сих пор колотится, словно по нему катится железнодорожный состав. Из пачки Лэма на меня одиноко посмотрела единственная Сига. Эх, а ведь хотел выкурить после ужина. Ладно, похрен на экономию, после такого-то стресса. Подкурив сигарету с наслаждением, втянул дым. Мозг привычно прикинул остатки запасов курева. Дома еще 18 пачек. Если не смолить каждый час, и если Вован не будет постоянно заходить и стрелять, а он будет сто пудово, хватит месяца на три. Хреново. Придется у Егорыча стрелять в махорку. Кстати, где он ее берет? Скурив до половины, я затушил и аккуратно сложил чинарик обратно в пачку. Отметил, чтоб пальцы перестали дрожать. Черт с ней с охотой, надо топать схрон. Ленка, поди уже сварганил и ужин. Да и отпустила практически. Вроде как. Саш, ты уже вернулся? Так быстро? Да, любимая. Я снял в прихожей амуницию и одежду, лыжи оставил снаружи в снежном тоннельчике, ведущем к дверям. Как охота? Поймал кого-нибудь? Глянув в зеркало, я увидел адски расширенные зрачки на всю радужку. Болиин. Да нормально. Только никого не поймал. Стараюсь, чтобы голый звучал естественно. Оленя только видел, но далеко. Ну и хорошо. Ты же знаешь, я не люблю, когда убивают животных. Ох уж эти женщины. Как там с ужином? Еще двадцать минут. Окей. Раздевшись, прошел в комнату. Баля, зачем я посмотрел на ковер? Вместо привычного рисунка на нем пляшут узоры древних ацтеков или майя. Нихрена не отпустила ведь. Сделав спокойное лицо, я уселся за комп. Как там, Зюзя? Спросил я, открывая папку с документами. Нормально. Кормил я ее? Сам корми, я боюсь. Ладно. Мне почему-то стало смешно. Прикрыл лот ладонью, чтобы не заржать. Рабочий стол компьютера выглядит очень необычно, как в мультике. Все светится, кружится, подмигивает. Так, тихо, блин. Мысленно приказал я папкам и прогам. Быстро нашел то, что нужно, скан карты местности. Также открыл скрин из спутниковых карт из Яндекса в разной степени увеличения. Как же классно подготовился к БП. Я в который раз поразился своей смекалке. Итак, посмотрим. Вот мой схрон, отмечен красной точкой. А вот берлога Вавана, значок парашютика. Здесь Егорыч, а тут Валера. Их местоположение я промаркировал Е и В, соответственно. У меня давно вошло в привычку заносить в карты новые данные, чтобы потом не таскать их с собой и не путаться на местности. Остался неотмеченным лишь поселок веганов, где заправляет жирный подонок спаун. Открыв файл через фотошоп, в нем я все-таки мастер. Без труда нашел нужное место и нарисовал шапочку куклу с клана. Вот цель моей следующей вылазки. Нужно раздобыть свежих фруктов и овощей для Лены и моего будущего ребенка. А лучше семян. Есть, конечно, запас витаминов в таблетках, но их мало. Не хватит на весь срок. У меня давно бродит идея устроить небольшой огородик в скроне. Нет, здесь совсем нет места. Лучше в пещере. Нужно только позаботиться об освещении и об огреве. Моих мощностей, наверное, будет маловато. Я почесал репу. Ладно, что-нибудь придумаем. Не зря же я заканчивал сельхозакадемию. Саша, все готово. Пошли есть. Накладывай пока. Я начертил примерный маршрут похода, сохранил файл и, включив Ленинград в плеере, последовал на кухню. Мой мощный желудок давно просит еды. На первое был гороховый суп с кусочками оленины. Ништяк. Самое то похлебать супца с мороза. Я выразительно посмотрел на любимую. Она верно поняла взгляд, достав из шкафчика мое виски. Дернув первую, я с удовольствием принялся есть. Сухарики приятно захрустели на зубах. Кайф. А что на второе? Поинтересовался я, облизывая ложку. Лена поставила на стол горшочек и подняла крышку. Я чуть не кончил от аромата гречи с тушенкой. Моя девушка умеет порадовать. Не зря нас вела судьба. Навалив себе каши, спросил. А что на третье? Блины. Ответила она, улыбаясь. Хотел похвалить ее, но в этот момент раздался мощный стук снизу. Мы с Леной переглянулись. Она закатила глаза. Какого лешего принесло опять десантника? Спросил я. Может не открывать? Типа нас нет дома. Да не, он по-любому учуял уже запах готовки. Труба-то выходит в пещеру. Снова удары. На этот раз сильнее. Я вытер губы салфеткой и поднялся из-за стола. С грустью посмотрел на вкусности, расставленные на столе. Вряд ли теперь что-то останется на завтра. Что, откроешь? Спросила Лена. Конечно, это же друг. И нам надо кое-что обсудить. Много не пейте только и не орите, как в прошлый раз. Да ладно, ты не переживай. Я направился к лестнице и на пути обернулся. Надень что-нибудь. Глава третья Пройдя половину лестничного пролета, остановился. Вот я, мудак. В тепле, сытости, чуть не потерял бдительность и осторожность. А их терять нельзя никогда и нигде. Даже в своем секретном убежище. Не обращая внимания на стук снизу, развернулся и поднялся наверх. Лена вопросительно уставилась на меня. Она уже успела натянуть мою футболку с портретом шнура на свои красивые сиськи. Я успокаивающе улыбнулся и взял с комода револьвер. Теперь порядок. Хрен его знает, кто там долбится. Вдруг мародеры или пиндосы. Открою люк, а оттуда ствол. А Вован валяется из решеченной пулями в своем логове. Блин, слишком бурное у меня воображение. Спокойно, Санек. Ты уже перебарщиваешь с паранойей. Но кто знал, что снизу будут шастать гости? Так бы поставил хотя бы глазок или видеокамеру. А что? Дельная мысль. У Валеры по-любому должны быть камеры. Он же айтишник. Точняк. Мысленно сделал пометку прогуляться завтра до бункера очкарика. Подошел к люку. Тяжелая крышка испуганно трясется и подпрыгивает от бешеных ударов. Я взвел тяжелый курок. Чего ж тебе, блядь, не спится, десантура? Перепугал нас с Леночкой и обломал ужин. А если не он? Хотя, надеюсь, что это все же Володя. Держа на готове револьвер вставил ключ. Тихо щелкнул хорошо смазанный замок. Я саранчой отпрыгнул в сторону и затаился за ящиками с тушенкой. Крышка люка с грохотом откинулась. Показались две здоровенные в ожогах ручищи, следом знакомая рожа. «Ебать, Санек, кули так долго открывашь!» Заорал ВДВшник. «Спал, что ли, сыка? Дым из твоей трубы, и боже, да я чуть не угорел нахуй!» «И я рад тебя видеть, Вован!» Я облегченно выпрямился, опустил револьвер. «Да чё ты по твоему ебалу не скажешь, гы-ы-ы! Не ждешь старого друга?» «Жду, конечно, ужин как раз готов!» «Бля, охуенно! Я б сейчас целого медведя заточил, на!» «Ты извини, конечно, просто неожиданно!» «Да пиздец, чё тут скучно, ёпта! Дай, думаю, загляну к братке, к тебе-то убежи! Да ты не обламывайся, еба! Я ж не с пустыми руками!» «Аленина!» Я с любопытством уставился на туго набитый мешок в лапе Вованна. «Ты ебани с умом! Не чуешь, на?» Он сунул мне под нос баул. Пахнуло рыбой. «Сам наловил!» «Клёво!» «А я ещё ни разу нынче на рыбалке не был!» Признался я, закрывая люк. «Бросай тут свои шкуры!» Мы прошли наверх. Лена лежит на кровати, пересматривая сериал про Спартака, на который я её подсадил. «Салют, красавица!» Заржал Вован. «Чё такая грустная она?» «Лен, тут Вова рыбки нам принёс!» С улыбкой произнёс я. «Пожаришь, может?» Она не ответила. Пожав плечами, я вытолкал другана на кухню и задёрнул занавеску. «Блин, Вован, ну серьёзно! Не лезь к Лене, она немного не в духе!» «Да уж, братка, повезло тебе с бабой!» Вован уселся за стол. «Я б с такой не слазил днями и ночами!» «Драл бы и драл, чтоб аж дымилось там!» «Бля, Вован, не ори так!» Зашипел я. «Да ладно, хули, всё понимаю!» «Береги её, бляха!» Тут он резко помрачнел и, схватив бутыль с виски, надолго приложился. «Да, пора собирать самогонный аппарат. Мои запасы бухостоса закончатся гораздо раньше, чем я рассчитывал. А если он каждый день будет так захаживать?» «Скучно, блин, ему!» «С Вовану, конечно, весело, но Ленка снова будет дуться!» «И главное, мои припасы!» «Мои стремительно тающие, ценные припасы!» «Ладно, рыба или дичь, их всегда наловить можно!» «А всё остальное теперь не достанешь ни за какие деньги!» В этот момент десантник как раз гробастал со стола мои сигареты. Щелкнул зажигалкой и мощно затянулся, с довольной рожей откидываясь на спинку стула. Я со вздохом щелкнул кнопкой, загудела вытяжка, унося дым. «Так значит, говоришь, на рыбалку ходил?» «Я налил и себе, чё уж там, на реку?» «Не, бля, в реке нет нихуя!» Помотал башни Вован, в два затягав сосав сигарету до фильтра. «Санёк, где пепельница у тебя? А то забыл на...» «В печку кидай!» «Не знал, кстати, что у тебя есть ледобур. Я что-то не догадался запастись такой полезной приблудой». «Не, бля, да охуеешь там бурить, ёб! Лёд с метра толщиной, не пизжу!» Он подвинул к себе котелок и поднял крышку. «Охуеть, греча на!» Я дал чистую ложку, и десантник принялся яростно трескать ещё не остывшую кашу. Гранатами, значит, взрывал. «Ебанись, братка! Я ж не браконьер рыбу глушить!» «А как тогда?» «Мне и впрямь стало интересно». «Патронов-то у меня доебени!» «В лёд их, блядь, загоняешь по несколько штук и ебашешь сверху!» «Дедовский способ, братка!» «Ты же ещё, поди, не знаешь, как мины из патронов делать!» «Не, не знаю. Я растяжки обычно ставлю». «Уйня!» Махнул рукой Вован, закуривая по новой. «Не жалко гранату на такое баловство!» «Короче, слушай, сюды! Самодельных мин вот не пизжу! Можно до сотни в день делать!» «Отрезаешь, ёбт, колечко от ствола дерева! Ебошь снесся-ка отверстие под патрон!» «Только отверстие, блядь, должно быть не сквозное!» «С глухой стороны заебениваешь саморез по центру так, чтобы острый кончик, ёбтый, немного торчал внутри!» «Стало быть, отверстие! Ты зичёшь вообще, о чём я толкую?» «Конечно!» — кивнул я. «Ну и, короче, бля, вкладываешь в патрон! Можно даже пистолетный! Капсюлюм к саморезу!» «Верхний патрон должен торчать нахуй из среза ствола!» «Вкапывай шкуль! Можешь прикрыть торчащий патрон фанерой на...» «Зачем?» Вован посмотрел на меня, как дед на тупого призывника. «Для увеличения нажимной поверхности и чувствительности мины, ёбт!» «Выйдет охуенная простая ловушка! Аппутация конечности гарантирована!» «Можно, бля, сплошное минирование сделать! Дёшево и сердито! На чехах опробовано, бля!» «Интересный способ! Я о таком даже не слыхал! Не то, что не задумывался!» «Вот куда можно мои тысячи патронов от сайги применить!» «Покрою минами все подступы к схрону! Уверен, Вован научит меня ещё многому полезному!» «Я решил рассказать о своих планах по созданию огорода в пещере и что собираюсь на вылазку за семенами!» Но тут словно лампочка мигнула в голове. Пришла идея получше. «Слушай, Вовчик, дело есть одно!» Понизив голос, произнёс я. «Чё, ебануть надо кого? Ты скажи только, братка, за мной ж должок!» «Нет!» Я подлил ему виски в чашу. «Как ты смотришь на то, чтобы замутить в пещере огород?» «Заебатоска! Я б свежего лучка ебанул на!» «Но тут такое дело! Нужны семена! У меня их нет! Но знаю, где взять!» «Остальное технические тонкости, свет, отопление, всё решаемо! Надо семена!» «Говно вопрос, Санёк! Десантура чё хочешь, из-под земли достанет!» Вован треснул по столу. «Чё, давай, Гри, куда пиздохать? Далеко?» «Блин, не шуми! Лена уже спит, наверное! Ща, погоди!» Я выглянул в комнату. Любимая всё так же глядит кино. «Что такое? Я же смотрю!» «Крикнула она!» «Подожди, дорогая! Я нажал паузу и открыл файлы. Надо распечатать кое-чего». «А утром нельзя было?» «Успокойся! Я делаю это для нас!» «Ну-ну!» «Зажужжал принтер, выплёвывая глянцевые листки А4. Вовану пригодится карта, чтобы добраться до места. Эта миссия как раз для закаленного войнами бойца. А я хоть отдохну от него пару недель, пока он мотается туда-сюда пешком. Займусь в это время подготовкой подземного огорода. Надо только объяснить этому контуженному зверю, что действовать нужно скрытно, в стелс-режиме. «Не боись, Санёк! Всё там разъебошен нахуй, но семена достанутся-ка!» Мы уже час сидим на кухне, сдвинув посуду и разложив листы карты. Я рассказал всё, что знаю о поселении веганов и белом брахме. «Не-не, Вован! Постарайся ничего там не ломать и никого не убивать. Ну только в крайнем случае!» «Походу, эти веганы связаны как-то с пиндосами в Кандалакши, но это не точно. И у них куча оружия. Это ж целая армия, блин!» «Хуйня!» Вован, нахмурив лоб, разглядывал карту. «Скрытно, Гриш?» «Да». «Бля, это не моя специализация, Санёк!» Он почесал небритую челюсть. «Нас учили забрасываться в тыл противника и хуярить всё и вся, устраивать ад и пиздец!» «Ладно, Хуль, постараюсь по-тихому, ёпте!» Глава четвёртая «Приятно, конечно, проснуться от мастерского миньета в исполнении любимой, но ещё больше я люблю, когда в мои могучие ноздри проникают шикарные ароматы готовящейся еды, которые выдёргивают меня из царства снов с куда большей скоростью. Тут же по звуку шипящего масла на сковородке определил «Лена жарит рыбёху, добытую вованом!» «Ништяк!» «Хоть какое-то разнообразие, а то тушёнка хоть и вкусная, но уже малость подзаебла!» Поднявшись на локтях, разлепил окуляры и мотнул башкой, разгоняя остатки похмелья и обрывки параноидальных снов. «Война, конечно, повлияла на мою психику, мне всё чаще снится всякая жесть!» «Надо было наведаться к шаману, тот наверняка подлечит мой шифер. И пора подзавязывать с бухлом. Вчера всё-таки накидались порядочно. Я вздохнул. Сколько, блин, раз я ходил на склад за добавкой. Ещё и с пивом намешали. Даже успели поспаринговаться в тренажёрном зале. Вован показал пару новых приёмов. Надеюсь, все мои кости целы. Я в окна, коснувшись левого бока, один сплошной синяк. Поставив себе мысленную заметку больше не бухать с десантурой, я поднялся с постели. Но тут же лёг обратно. А куда, собственно, торопиться? Вован, поди уже в пути. Миссия в процессе, можно и расслабиться. Мать моего будущего ребёнка получит все нужные витамины. А, да. Хотел же сходить к Валере. Но это можно сделать и после обеда. Я поправил подушки и укутался в одеялко, приняв лежачую позу мыслителя. Если Лена зайдёт в комнату, верно подумает, что занимаюсь нихуя не деланием. Это отнюдь не так. У меня очень важное дело. Я подумываю стратегию дальнейшего выживания. Кто ещё это сделает, как не я? Лена, конечно, всё время лезет со своими советами и постоянно сует нос в мои дела. Но общей картины она не видит и не вкуривает расклад. Её слова для меня постольку поскольку. Да и вообще, с этой беременностью девушка стала чересчур много себе позволять. Хотя скорее я сам подразмяк. Моя пиздозависимость опять возвращается. Я даже мысленно услышал скрипучее хихиканье шамана. Тут заметил, что Лена направляется в комнату. Я резко накрылся с головой, затаился, притворившись спящим. Наверное, соскучилась по мне, пришла будить. Саш, хватит спать, поднимайся. Я промолчал. Ну вставай же, я для кого всё утро на кухне корячилась. Завтрак остывает. По голосу я построил в голове картинку её местоположения. Стоит сейчас рядом с постелью. Я тогда обижусь. Голос приблизился. Ага, наклоняется. Хочет одеялко моё сдёрнуть коварное. Я весь подобрался, как гепард перед броском, на ничего не понимающую газель. Словно язык хамелеона выстрелила из-под одеяла моя накачанная рука и безошибочно схватила добычу, голую ляжку Леночки. «А, дебил!» – вскрикнула от неожиданности. Я с победным хохотом заволок её на постель и принялся тискать и щекотать. Когда-нибудь этот дневник обнаружат потомки, его будут изучать историки как ценный артефакт. И, возможно, он даже попадёт в учебные программы школьников будущего. Поэтому не буду подробно описывать, что и как я проделывал с Леной, сколько каждый из нас кончил и в каких позах, дабы не шокировать неокрепшие умы. Пусть это останется загадкой для истории. Я с тревогой поглядел на экран дозиметра. Всегда в этот момент волнуюсь. А вдруг радиация зашкаливает и нужно принимать меры? Заниматься обеззараживанием снаряжения, носить неудобный противогаз, принимать меры против лучевой болезни, кушать йод. И, естественно, Лене придётся на время забыть о прогулках на поверхности. Не хватало ещё, чтобы мой ребёнок родился мутантом. Это всё-таки не комиксы Марвел или Черепашки-ниндзя, а грёбанная реальная жизнь. Но вроде всё заебись, радиация по-прежнему в норме. Счётчик Гейгера отправился в тактический рюкзак. Я поправил сайгу и, как проворный Бёрн Даллен, оттолкнулся лыжными палками. Бежиться тяжело после сытного обеда, но как же приятно вдыхать свежий, незаражённый в воздух зимнего леса. Люблю такие спокойные вылазки, когда не надо лезть под пули. Лыжи уверенно скользят, обновляя полузанесённый путь к бункеру Валеры. Интересно, остались ли где-то на планете такие уголки, как здесь, в Карелии, нетронутые ядерным разрушением и войной? Хочу, чтобы очкастый прояснил этот момент. Он ведь говорил, что как-то связан с неведомым командованием. Наверняка у них имеется точная информация по обстановке в мире. Без особых проблем я преодолел несколько километров, если, конечно, не считать, что изрядно подзапарился. Я снял тёплый куртофан, свернув его и прицепив к стяжкам рюкзака. Ништяк. Вся одежда пропиталась под Ниной. Ничего. Лена потом выстирает. Горячий пар валит от моего торса, укрытого одной лишь толстовкой. Вообще мне показалось? Или сегодня теплее? Когда выходил термометр, показывал минус 15. Сейчас ближе к нулю. Это хорошо. Может, не будет никакой ядерной зимы? Летом тогда можно картошки насадить. Ладно, поживём, увидим. Чё сейчас загадывать? Надо всегда готовиться к худшему варианту. А это многолетняя зима. Так что вариант с выращиванием растений в пещерах не отменяется. Вход в убежище Валеры отыскался не без труда. Походу, айтишник тоже никуда не выбирался. По крайней мере, следов не видать. Всё засыпано пушистым снегом. Что ж, его можно понять. Валера – долбанный интеллигент, человек умственного труда. Война, кровь и убийство – не для него. Представляю, какой он стресс получил в бесславном походе на Кандалакшу. Подойдя к массивному стальному люку, нажал кнопку домофона. Застонал противный гудок вызова. Прошла минута, другая. Ну давай, открывай, засранец. Я уже начал подмерзать без движения. Почему не пускает? Или обиделся на меня за что-то? Накинув куртку, закурил сигу, хоть и собирался до вечера этого не делать. А может, случилось чё? Блять, как хреново, когда нет связи между скронами. Если очкарик жив, заставлю его намутить радиосвязь. Я снова позвонил и принялся стучать по железу рукояткой револьвера. Щелкнуло переговорное устройство. Ну, наконец-то. Я уж думал написать записку и отправляться обратно. Но вдруг это не Валера? Вдруг бункер захвачен бандитами, а сам айтишник и его жена, дети, тёща и коты мертвы? В наше время нельзя исключать и такой вариант. Из динамика слышно только чьё-то дыхание. Валера, здоров, это я, Саня. А ведь меня должно быть видно, где-то у входа установлена камера. Чё тебе, Саня? Фу, блять. Я выдохнул облегчённо, узнавая голос комрада. Открывай, надо переговорить. Не могу, у меня... Дела у меня, я занят. Какие у тебя могут быть дела, Сыч? Удивился я. Санёк, ну понимаешь... Он заговорил чуть ли не шёпотом. У меня жена на тебя очень злится. За что? Ты же мне тогда не дал даже предупредить Люсечку, что я уезжаю. Знаешь мне потом, что было? Знаешь мне потом, что... Ну, да ладно. Кто там? Услышал я женский голос на заднем плане. Опять это твой Санёк? Скажи ему, пусть валит куда подальше. Э-э-э, да ты офигел, друган. Это ж твой план был город штурмовать. Возмущённый вздох. Валерий, это правда? Нет, золотка, ты что? Запротестовал ушлый айтишник. Саня, наверное, опять своих наркотиков обозрался, вот и гонит. Вот гад. Ну давай, вали всё на Санька. Отмазывай свою жопу. Не хочешь пускать? Так выйди хотя бы. Надо кое-что обсудить. В разговор влез ещё один голос. Скрипучий, старческий. Дочь, не пускай никуда этого болтуса. Он тебя опять бросит. Блин! Закричал Валера. Мама, идите смотрите свои телешоу. Саня, сейчас выйду. Ты как с мамой разговариваешь? В динамике послышалась какая-то возня. Держи его, дочьа. Не пущай. Связь резко оборвалась. Вот она, семейная жизнь. Неужели и меня тоже ожидает этот трэш? Грустно, если так. Только один факт несказанно радует. У меня-то тёщи нет. Через несколько минут залязгали механические затворы. Люк со вздохом отъехал в сторону, обдав тёплым воздухом. На пороге появился слегка помятый Валера. На худых плечах накинутый пуховик. На ногах шлёпанцы. Извини, Сань. Ну, давай побыстрей. Чё ты там хотел? Эээ, друган, ну ты каблук. Куда торопишься? Посуду мыть надо? Заржал я. Валера недобро посмотрел на меня поверх очков. У меня важные дела. Да-да, знаю я твои дела. Можешь не рассказывать. Он оглянулся и накинул свою розовую вязаную варюшку на глазок видеокамеры. Дай сигарету. Держи. Так что за дело? Хочу сделать парник в пещерах. Овощи выращивать, зелень. Теплица? М-м-м, в пещере? Камрад задумчиво пустил дым. Поможешь? Интересная задача. Ну, это надо всё считать. Сколько тепла, сколько электроэнергии на освещение. Ты ж программист. Посчитай, чтобы всё нормально было. Помочь-то, разумеется, не вопрос. У меня тоже скоро с витаминами дефицит будет. Но там же Вован живёт. Вован тоже в деле. А ты не боишься, что вот мы вырастим урожай, а он всё сожрёт? Ты чё? Даже я не настолько параноик. Вован настоящий друг. Наоборот, будет охранять наш огород от незваных гостей. Ну, тоже верно. Так что давай, ноги в руки и погнали. Куда? Осмотрим пещеру, подыщем место под плантацию. Блин. Валера грустно посмотрел на свои шлёпанцы. Сейчас порешаю этот вопрос. Давай решай, каблук хренов. Усмехнулся я. Пока здесь тебя подожду. С возвращением в реальность. Если вам понравились наши путешествия в мир схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну, а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих... мирах.